Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остаётся напряжённой. За сутки на территории Республики зарегистрировано 1937 новых случаев коронавирусной инфекции. Днём ранее было зафиксировано 1710 заболевших ковидом. Необходимо обратить внимание, что для последних пяти дней характерно снижение темпов роста и, соответственно, принятые меры, которые мы с вами совместно принимаем, дают свой эффект. За сутки госпитализировано 137 человек с ковидом. Накануне это было 127. Выздоровело за сутки у нас 410 человек. И, соответственно, на прошлых сутках у нас выздоровело 286. Несмотря на увеличение количества новых выявленных случаев заболевания и скорость распространения у большинства заболевших регистрируется лёгкое течение заболевания. Как отмечают медицинские работники, само по себе заболевание похоже по симптоматике на острые респираторные заболевания осеннего и весеннего характера. И, соответственно, на настоящий момент приняты все меры для того, чтобы расширить поликлинические звенья и первичное звено обслуживания как на территории города Якутска, где приходится самое большое количество заболевших по республике, так и в районах нашей республики. С сегодняшнего дня, помимо поликлиник города Якутска, амбулаторный приём по, соответственно, подозрению на ОРВИ ведёт Центр амбулаторной неотложной помощи на базе спортивного комплекса «Триумф», куда могут обратиться лица с симптомами респираторной инфекции и температурой не выше 38 градусов. Во всех остальных случаях должен быть осуществлён дозвон либо до поликлиники, облачная поликлиника медсет или по телефону 122. На настоящий момент у нас продолжается вакцинация, и уже 79% взрослого населения у нас охвачена именно первым компонентом. Ревакцинация, которая является сегодня основной и уже в общепризнанной в мировом порядке, соответственно, ревакцинация должна дальше продолжаться. Вчера в республику поступила первая партия детской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник М» – 720 доз. В ближайшее время будет организована работа по добровольной иммунизации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Первыми желаниями, прежде всего, вакцинировать своих детей выразили медицинские работники, соответственно, и города Якутска, и республики. В связи с чем будет организована работа именно такого плана. Еще раз обращаю внимание, как и не раз говорил глава республики, иммунизация детей – это исключительно добровольное мероприятие, и решение будут принимать, исходя из действующего законодательства, родители как законные представители ребенка. Со стороны органов государственной власти будет организовано место и доступность вакцины для того, чтобы эта процедура была пройдена. На настоящий момент по заболевшим детям количество заболевших детей не уменьшается на территории республики. И сегодня, по данным мэра города Якутска, в детских садах у нас сегодня находится небольшое количество детей. Группы заполнены на 10-15% в связи с тем, что очень много заболевших, находящихся на изоляции, контактных детей. Вы видите все прекрасно, что происходит по количеству заболевших. Ну и, соответственно, учреждения здравоохранения вместе со всеми работают для того, чтобы и бороться с этой инфекцией, но для того, чтобы все были здоровы.